16 июня в Вилле Лагрант в Женеве пройдет встреча лидеров России и Соединенных Штатов Америки. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще. Продолжается рабочий визит ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова в Киргизскую республику. Студенты химического института имени Бутлера Казанского федерального университета стали победителями с Российской Олимпиады по общей химии. Вообще я занимался олимпиадами еще в школе, поэтому примерно всегда представляю, какие задания на олимпиадах бывают. Всем привет, в эфире Универ Ньюса, в студии Илья Андреев. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров в рамках рабочего визита встретился с руководителем Дипломатической академии Министерства иностранных дел Киргизии Чинара Дамкуловой. Обсуждались вопросы проектирования совместных программ подготовки и повышения квалификации дипломатических кадров. А также программ аспирантура под двойным руководством. Кроме того, была затронута тема привлечения специалистов академии к участию в проектах Института исследований Центральной Азии КФУ для изучения политических, экономических и социокультурных процессов в регионе. Стало известно, где пройдет встреча лидеров России и Соединенных Штатов Америки. Беседа Путина и Байдена состоится 16 июня в Вилле Лагранж в Женеве. Пройдет ли встреча без провокации и о чем будут говорить лидеры двух стран, расскажем в нашем следующем сюжете. Встреча пройдет в имени Лагранж на берегу Женевского озера в Швейцарии. Уже сейчас повсюду в этом районе курсируют бронированные автомобили и другая спецтехника. Вокруг парка возводятся заграждения, оснащенные радарами и средствами противовоздушной обороны. Мы пообщались с доцентом кафедры международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Романом Пеньковцевым, чтобы узнать, какие есть вероятности в срыве встречи двух лидеров. С моей точки зрения все действия, когда дипломатически они проговариваются заранее, оформляются протокольные обязательства, они конечно срываться не должны, потому что с точки зрения международной дипломатии срыв заранее запланированных переговоров это серьезное международное такое осложнение. Конечно, государства, которые считают себя ответственными государствами, так поступать не должны. Но видя, что происходит сегодня в международной среде, какими заявлениями бросаются в отношении нашего государства лидеры, в том числе и сам Байден, конечно, можно предполагать различного рода инсинуаций. По словам пресс-секредая президента Дмитрия Пескова, тема общей пресс-конференции президентов России и США сейчас проговаривается, пока она остается неподтвержденным пунктом программы. При этом есть прогнозы, что президенты обсудят вопросы кибербезопасности, урегулирования двусторонних отношений, ситуацию в горячих точках и борьбу с пандемией. Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что президенты могут обсудить тему осужденных россиян США и американцев России. Роман Пинковцев считает, что речь может пойти по двум направлениям. Первый вариант, который, скорее всего, будет реализован, это будут переговоры по тем направлениям взаимоотношений, которые потенциально могут быть реализованы. Какие-то направления. Это борьба совместно с терроризмом. Это вопросы, связанные с контролем на дорожье массового уничтожения. Это те сферы жизнедеятельности, в которых Соединенные Штаты и Россия до сих пор взаимодействуют. Космические программы могут быть каким-то образом затронуты. Второй вариант развития событий более интересный и более концептуальный, с моей точки зрения, это если на входе переговора будут затронуты острые моменты, в том числе и моменты, связанные, например, с санкциями, с обвинениями взаимными. И таким образом мы можем увидеть действительно интересный диалог. Но здесь, конечно, вызывает определенные сомнения, что такое произойдет, потому что американская сторона обычно боится острых вопросов, потому что, откровенно скажем, Байден очень редко бывает готов к острым вопросам и очень легко впадает в такую сложную ситуацию, растерянность. Я боюсь, что на острый вопрос он на переговоры еще не пойдет, а будут обсуждаться вот эти вопросы, по которым есть уже наработки. Российская Федерация и США сейчас во многом определяют развитие всей системы международных отношений. Если между этими государствами будут установлены конструктивные отношения, значит будет общий международный прогресс. Мы обсудили с доцентом кафедры международных отношений мировой политики и дипломатии Романом Пеньковцевым, произойдет ли перезагрузка российско-американских отношений в контексте международных договоренностей. Время пришло, ситуация назрела более чем, даже перезрела, я бы сказал. Урегулировать отношения надо. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Потому что, еще раз говорю, ситуация и так уже имеет все признаки того, что мы называли холодной войной. И поэтому усугублять ее дальше, ну к чему мы придем? У нас есть шансы прийти ко второму Карибскому кризису. Нам это нужно, я думаю, что это не нужно никому, ни Российской Федерации, ни Соединенным Штатам Америки. Роман Пеньковцев также отметил, что Россия готова говорить о том, что можно делать на равноправной основе. Если Соединенные Штаты будут готовы к равноправному диалогу, будут готовы обсуждать острые моменты, опять же, в контексте международных договоренностей, в контексте равноправных отношений, я думаю, что Россия многие вопросы в конструктивном ключе рассмотрит и компромиссы будут найдены. Но если Соединенные Штаты на переговорах начнут опять диктовать свой подход, то, конечно, Россия это со своей стороны не потерпит, и, конечно, такие решения, навязанные нам извне, мы не примем. Вернемся к теме обвинений. Напомним, что 17 марта в интервью ABC News президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Владимир Путин прокомментировал своего американского коллегу и пожелал ему здоровья. Кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Универ ТВ известный российский журналист и телеведущий Анатолий Вассерман прокомментировал перспективы и возможность реализации инициативы Владимира Путина проведения разговора с Джо Байденом в прямом эфире. Это заведомо неосуществимо, поскольку от имени Байдена уже давным-давно говорит Альцгаймер. А при всем уважении к старости, эта старческая болезнь совершенно исключает возможность какого-либо содержательного общения с человеком, ею страдающим. Именно поэтому Байдена стараются держать подальше от публики, а уж участвовать в содержательных дебатах, то есть не говорить по шпаргалке вроде той домашней заготовки о том, что Путин убийца, а осмысливать доводы собеседника и осмысленно отвечать на эти доводы, Байден заведомо не в состоянии. Сам Байден заявил, что по словам его доктора, у него нет ни болезни Альцгеймера, ни деменции. Ленардо Влесьяров, Илья Андреев, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В рамках рабочей поездки представителей Казанского университета в Киргизию состоялась встреча ректора Казанского университета Ильшата Гафурова с председателем Кабинета министров Киргизской республики Улукбеком Мариповым. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, связанных с развитием сотрудничества в научно-образовательной сфере. Ректор КФУ предложил начать активную работу по разработке совместных образовательных программ 2 плюс 2 и 3 плюс 1 с узами Киргизии. Также Ильшат Гафуров отметил, что сотрудничество в сфере образования может идти рука об руку с актену участием российских промышленных и добывающих компаний на рынке Киргизской республики. Кроме того, в процессе обсуждения была затронута тема возможного создания филиала Казанского университета на территории республики. В Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге прошла Всероссийская олимпиада по общей химии для студентов 1 и 2 курсов. Все подробности расскажем далее. Студенты 2 курса химического института имени Бутлерова Казанского университета заняли первое общекомандное место и первое, второе, третье места в индивидуальных зачетах. Все, что нужно было сделать для участия на этой олимпиаде, отправить заявку на участие одной команды, включающую не более пяти обучающихся. О своей подготовке рассказал Рустем Гамиров, который занял третье место. Вообще я занимался олимпиадами еще в школе, поэтому примерно всегда представляю, какие задания на олимпиадах бывают, и не сказать, что как-то особенно готовился, просто повторил какие-то темы. В общекомандном зачете команда Казанского университета набрала 284 балла. В индивидуальном зачете учитывались результаты шести выполненных заданий. Мы на олимпиаде встретили людей, которые были в Сириусе, которые были на Всероссийской олимпиаде школьников по химии на заключительном этапе. И мы примерно прикидывали, что у нас есть достаточно серьезная конкуренция по составу. Но несмотря на это студенты Казанского университета одержали победу на Всероссийской олимпиаде по общей химии. Энжи Минибаева, Универньюз. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!